Всем привет, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий, мы с вами продолжаем играть в The Tenants, это третья серия у нас. Я засрал целый ролик, минут в 20, наверное, с ремонтом, там не очень у нас удалось, я перепутал комнаты, короче, пришлось это делать как получится, и получилось, что задержалась эта игрушка. Так, что с тобой не так? А, мне нужно договориться о продлении аренды, так как вот эта тетка, у нее заканчивается уже срок аренды, нам нужно, короче, продлить. Что это такое, что происходит вообще у нас в доме? У нее вечеринка какая-то или что? Почему у нас ходят какие-то непонятные люди? Давай мы повышаем аренду и договариваемся, потому что она приносит нам только убытки. Договориться, 3200. Ты чё, совсем охренела, что ли? Нет. 350. Максимум чё я тебе могу дать? Не-не-не-не, давай, 300, 330, договориться. Договориться. Расторгнуть договор. Я даже не собираюсь, у вас тут какие-то шумные жильцы, разберись с ними, или будут последствия. Вы правы, я поговорю с ними. Я с ней расторг договор, она тут блюет, смотри, чё творится-то вообще. Простите, я постараюсь быть тише, открыть приложение. Ты уходишь из моей квартиры, ты изгнана. Камера слежения. Отключить камеру слежения. А, это я просто могу за ней посмотреть. Значит, смотри. В наших целях лежит следующее. Мы должны скупить какие-то... Какие-то здесь помещения, чтобы сдавать их далее в аренду. Но так как у нас сейчас мало денег, мы этого сделать не можем. Следовательно, мы должны их заработать. Я только что отправил вам деньги за этот период. Спасибо, что ты отправил деньги. Чё-то как-то мало ты мне их отправила. Обзор финансов. Долг. Следующий платёж через 6 дней, 9 часов. Аренда 3000 в месяц. А это что значит? Так, долг заводу. Это я из своих денег, что ли, гашу? Щита. Ни хрена себе, щита. Жизнь здесь была ночным кошмаром. Прощайте. Да ты псина зажралась просто. Вот поэтому у тебя и был ночной кошмар. Ты распугалась всех моих соседей. Ты творила там какой-то беспредел. Ты притон какой-то открыл. И я... Я ещё виноват в том, что у тебя жизнь была ночным кошмаром. Мне кажется, ты не должна была у меня там это поселяться. Где мой дом? Как мне найти свой дом? Я потерял свой дом. Вот он где находится. День открытых дверей. Газета. Да, давай. Но я буду брать не меньше трёх тысяч в месяц. Потому что эти деньги хотя бы окупают. Это жилище и... Чё тебе не нравится диван? Ну давай диван прик... Ну другой купим. В чём проблема? Дружище, мы купим тебе другой диван. Просто возьми в аренду это помещение. Тебе не нравится настольный футбол? Да что вы за люди такие? Я потратил 350 долларов за газету, а вы вот так вот ко мне относитесь. Ребятушки. Ну вы что? Ну это вообще не дело. Ладно, давайте пока приступим к... Заданиям. Чтобы хоть... Хоть чё-то вам понравилось. Уже спасибо. Это что значит работа для профессионалов? Я не хочу пока вот такие сложные брать. Я хочу взять вот типа вот... Вот такого вот. Принять. Давай примем и пойдём туда. Хотя по два задания будем с тобой за один видос... За один присест, так сказать, выполнять и будет у нас счастье. Будет нам счастье. Я слишком близко, наверное, сел к монитору, но уже не надо это исправлять. Я эту серию запишу достаточно... Ну достаточно вот в таком вот положении. В близком. Ремонт 58%. Ну давай попробуй, дед. Почини этот инструмент для пыток. Молодец. Дедуль у нас, конечно, на все руки мастер. Спасает даже то, что невозможно было бы спасти на первый взгляд. Какой ты молодец. Сделать ремонт в квартире. Давай, сделаем ремонт в квартире. Так, убраться... А погоди, а всё я сделал-то? Да, убрался. Да, хочу помещение покинуть. Давай начнём ремонт. Что? Ничего себе от нас сколько требуется. Спальня, вентилятор, консоль. Ну давай начнём с ванной комнаты. И она у нас будет располагаться... Я так понимаю, гостиная вот здесь, спальня вот здесь, а ванная будет вот тут. И начнём опять же с неё. Покрасим стены в синий цвет. Чтобы наш клиент был доволен. Самым дорогим красим. Делка полов будет у нас... Наверное, вот такой вот плиткой. Не самый дорогой, но в цвет. Хотя бы, чтобы нам было приятно глазу. Душевую кабинку по классике, по старинке ставим вот сюда. Давай самую дорогую поставим, чтобы не было к нам потом претензий. А то скажут потом, что... О, ты, блин, нам поставил саму дешёвую. Чё, ты на нас экономишь? Мы тебе столько денег дали, а ты нас кинул. Нет. Мы будем покупать только то, что... Порадует наших клиентов. Вот сюда присандалим унитаз. Поставим туалетную бумажку вот сюда. Нормально же, да? Да, вообще хорошо. И получается что? Получается, кончилось... О, ну, как бы все требования выполнены. Перейдём к гостиной. Да почему? Нет, наоборот, я должен её вот так вот сделать. Спальню тоже скукожить. А пилон... А, пилон уже сделан, поэтому мы на нём сэкономили, получается. Покрасим стены в жёлтый цвет. Ну ладно, он самый дорогой, значит, он всем понравится. Просто я не особо вижу в нём какой-то плюс в этом цвете. Это прям реально как в улье живёшь. Ну, людям нравится, наверное, поэтому уж. Чё, хозяин-барин, как бы, деньги уплочены. А нам большего и не нужно. Стены не все покрасил. А, фу, блин, стену забыл покрасить. Представляешь? Представляешь, как я мог. Как я мог. Телевизор, диван, кресло, кофейный столик. Ну, здесь можно всё как оторганизовать? Если пилон будет стоять здесь, а он не будет стоять здесь, так как... Нет, он должен стоять вот тут вот. Как раз таки, да. Тогда куда мне диван-то поставить? Не, давай пилон будет как-нибудь вот тут вот стоять. Типа, чтобы он не мешался. Вообще, мы здесь за логику не работаем. Мы... Ну, вот так поставим пилон этот. Как хочет, пусть так и танцует. Вот у неё какая большая область у этого человека. У него. Большая область для танцев, а уж выбит окно своей пятки, так это его проблемы будут. Ммм, да. Ставим, значит, вот сюда вот телевизор. Самый дорогущий, который только можно поставить. Блин. Обманулся только что, да? Да что ты будешь делать? Вот здесь вот есть окно. Да, есть здесь окно. И мы... Получается, вот эта вот полосочка, это середина. Следовательно, мы относительно неё будем вешать сейчас свой телевизор. Не наш, конечно, он. Совсем не наш. Просто нам выдали на него деньги, мы его купили. Угу. Ну, может, теперь ещё не только окно разбивать. Наш клиент. Может, ещё и телевизор разбить. Ну, опять же, это его всё, все дела. Наше дело просто взять и прикупить то, что нам сказали. И поставить туда, куда поставится. Так, спина сгорит. Нет, давай переместим вон туда. Переместим диван. Теперь вот максимально близко к стене. А жаль, что нельзя повесить немного... Немного выше этот радиатор, чтобы он просто там висел и не мешался. Кресло и кофейный столик мы поставим... Не знаю, куда поставить даже кресло-то. Вообще, кресло по-хорошему вон туда бы поставить, но нет. Ни к чему вон там кресло будет, да? Но... Ну, а что нам сделать ещё? Вообще, дизайнерское решение, конечно, такое себе. Но зато самое дорогое, и мы можем это позволить купить себе. Ну и кофейный столик. При сандалин вот сюда вот. Нет, это самый дешманский, тем более он не настолько уж и дешевле... Точнее, вот этот не настолько дороже, чем тот. Так что мы можем позволить себе купить именно его. Остаётся у нас 3000 долларов. Мы сможем на эти 3000 долларов, наверное, оборудовать спальню. Нихрена себе. Не, мы не сможем. Мы не сможем оборудовать спальню. Я что-то как-то погорячил. А, я могу, наверное... Вот это дело-то ему не надо, правильно? Правильно. Вот и всё. Вот и всё. Она ему не надо. Так что у нас теперь целых 5000 долларов. А покраска стен в серый цвет, это, конечно, какой-то очень консервативный метод. Не то, что консервативный, очень радикальное решение. Покрасить стены в серый цвет у себя в комнате, и это нагнетает. Ну давай серый ковёр ещё тогда уж. Зелёный-то будет здесь ни к чему. Так что... Почему бы нет? Односпальная кровать. Но я так понимаю, что если наши клиенты будут спать на односпальных кроватях... Точнее, не наши клиенты, а наш клиент попросил две односпальные кровати, а не одну двуспальную... Значит, это будут разные люди. Значит, они будут спать вот так. Это будет типа, знаешь, общежитие у нас такое. Не общежитие, а... Да, общежитие. Ладно. Общежитие им будем называть. 3000 долларов у нас целых есть. Матрас. А матрас зачем? Это прям реально общежитие получается. А куда мне присандалить этот матрас-то? Блин, а я что, виноват, что ли, что он вот так вот... А теперь вот к этим нет. Да, доступа нет вообще. Классно. Блин, ну... Значит, будет спать вот тут. У двери. Да? Вот так вот. Пусть спит. Как бы делал ты его. Пусть не спит. Получается еще... Эй, матрас купил только что. Подожди. Матрас. Я же нажал на матрас. Нужен матрас-матрас, короче, который. А, ну давай матрас-матрас купим. Что, жалко, что ли? Все. Матрас-матрас выполнен. Холодильник. У нас 3000 долларов. Давай купим хороший холодильник. Почему нет? Наш клиент выдал денег достаточно, чтобы купить этот холодильник. Следовательно, мы не будем скупиться и купим именно его. Ну, это на тумбочку надо поставить. Чего же нет-то? Тумбочка где? Тумбочки. Тумбочки. Ну нет. Вот тут должна быть тумбочка красивая. Да, вот по типу, наверное... Нет, это холодильник, а нам нужна кухонная тумба. Вот эта кухонная тумба, правда, она выпирает немножечко за холодильник, но ничего страшного в этом нет. Так. Не очень она хорошо стоит теперь. Вот так, наверное, да. И все, можно сдавать, я думаю. Все, будет клиент наш доволен. Правильно? А, может и нет. А, консоль ему еще нужна. Вентилятор и консоль. Вентилятор, где нам взять? Вентилятор это, наверное, в декоре в каком-нибудь, да? Или нет? Ну, консоль наверняка в офисе. Хотя, какой нахрен это? Офис, если это вентилятор... Ой, если это консоль. В офисах... Мало в каких офисах играют в консоли-то. Ну, будет стоять вот тут вентилятор, а вот тут вот консоль. Но если бы я так долго не думал над этим, над всем, то... Я бы, наверное, выиграл. Ну, что провал-то? Я же ведь не специально, елки-палки. Обидно, конечно. Где эта консоль, елки-палки? Я не вижу. Честно. Я прям так расстроился сейчас. В специальном? В специальном тоже нет. В спальне для ванной комнаты это вряд ли подойдет. В декоре? В декоре есть DVD. А, нет, это книги, это не DVD. А где DVD тогда? Я просто что-то растерялся совсем. В гостиной. Ёшкин кот. DVD-плеер. Настенная вешалка. Громкоговоритель. Мне громкоговоритель не нужен, мне нужна консоль. Она здесь есть, да, консоль. Ну, давай вот сюда вот поставим ее. Пусть играется. Давай сдавать квартиру, давай сдавать декор 84%. Что такое с декором? Ну-ка. Ну, давай еще декора присандалим. Вот этот угол цветок поставим, а вот сюда вот, не знаю, какой-нибудь... Даже не знаю, что еще сюда можно прилепить. Да-да-да, блин, да что сюда можно поставить? Сюда больше ничего нельзя поставить. Ну и сюда настенные цветы повесить. Нет, вот сюда, наверное, лучше будет все-таки. Чтоб ты сидел... Чтоб, точнее, не ты сидел, а чтоб клиент наш сидел, и его затылке щекотали цветы. Вот. Ну что? Что у нас с декором теперь? Посрать, я забыл посмотреть на декор. Ой. Ну смотри, давай, должно тебе все понравиться. Я же старался специально для тебя, ну. Вот, говорит, хорошо, все с цветами. Холоденько, ему должен понравиться, он дорогущий. Как тебе вообще впечатление? Да, ванна тоже самая дорогая, так что... Тут вопросов даже не должно возникнуть у тебя. В целом как? Плюс-минус-то хоть. Понравилось? Понравилось. А давай деньги еще дополнительные, потому что я все-таки старался. Разблокированы новые предметы, мелкие бытовые вещи, набор предметов. Первая необходимость, которую каждый миллениал привык использовать во время готовки. Отлично. Дали нам знать, что это такое. Кухонные весы. Кухонные весы, микроволновки и всякая ерундистика. Это что такое? Консоль. Ничего себе дали консоль, новую и компактный диван. Ого. Вентилятор. Гриль. Гриль дали, смотри. Обними меня. Интересно, много всего дали получается. И денежек у нас на данный момент аж 16 тысяч долларов. Ну погнали тогда в нашу недвижимость. Прикупим нормальную всякую вот мебелину. Начать ремонт. Просто в нашу квартиру никто не хочет заезжать, так как она вот такая убогенькая. Кто у нас холодильник оставил открытым? Ну это конечно вообще не дело. Мы должны сделать хороший ремонт в нашей квартире. Чтобы все заходили. И только диву давались. Говорили, вау, какая у тебя классная кухня. А я говорил, да, классная кухня. Сам делал. Они такие, вау, какой ты молодец. А я говорил, ага, с тебя 5 тысяч долларов за аренду. А они мне такие, нехуй на себе, ты наглый. А я им говорил, а это рынок. Как хочешь, так и это. Хочешь, не покупай. Хочешь, не снимай у меня квартиру. Я же тебя не заставляю, правильно? Правильно. Так, ну ладно, микроволновочку забацали. У нас 15 тысяч долларов остается. Давай продадим кровать. Давай продадим диван, нахрен. Потому что нам не нужен. Это все дешманские вещички. Они нам не нужны. Они только портят внешний вид нашей квартиры. Но односпальную кровать давай вот эту. Да все самое дорогое поставим. Почему нет? Мы же можем себе позволить. Мы заработали эти деньги. Вот это дело нам тоже не нужно. Оно мешает только. Для гостиной нам хорошим вот, наверное, нужен диван вот такой вот. Еще и в цвет получается. Вот так. Гостиный столик. Вот этот чайный, кофейный, как он называется правильно. Тоже нужно присандалить. Это кофемашина. Мне нужен кофейный столик. Он, правда, немножечко в цвет нам не попадает. Но хотя в спинку дивана попадает он по цвету. Ну-ка, вот так. И вот сюда присандалить надо. Что здесь окна, что ли? Не напротив друг друга? Напротив. А, это я столик поставил криво. Вот так. Вот. Вот сюда поставить тумбочку для телевизора. Правильно? Правильно. Будет вообще классно. Тумба где? Тумба для телевизора есть здесь? Есть в этой игре тумба для ТВ? Или нет? Книжные стеллажи. Подожди, а для... А в офисе есть? Шкаф, шкаф, шкаф. Белый шкаф. Стеллажи, стеллажи. Это все мне не нужно. Мне нужно как раз таки... Для гостиной, полка для телевизора. Как бы кронштейн по-хорошему купить, но кронштейн куда крепить? Я бы тогда смог повесить просто обычные настенные. Ну давай попробуем вот это. Не, ну ты голову будешь задирать. Смотреть неудобно. А что здесь еще можно туда прикупить? Для того, чтобы телевизор-то повесить. Поставить. Ничего? Блин, неприятно. А почему жалюзи на окно не вешаются? Жалюзи или как оно там правильно? Не знаю, почему здесь зеленые шторы, но пусть будут. Блин, ну грустно получается. Хотя бы потому, что телевизор не стоит на... Телевизора нет, потому что вот почему. Можно кофейный столик, конечно, отодвинуть и поставить он туда и... Давай пока так и сделаем. Так, я теперь по окну не особо ориентируюсь. Вот так? Вроде бы да. Или вроде бы нет. Ровно, ровно. Вот так. Я не знаю, как позорно, конечно, выглядит, но... Ладно. Вот так? Нормально. Красота? Красота. Душевая кабинка. Что у нас там с душевой кабинкой? С душевой кабинкой все хорошо. Цветочки висят. Я думаю, вот сюда можно какую-нибудь... Ерундовину приделать. Чтобы, не знаю, как-то разбавляло это все. Вот эту вот грустную атмосферу всю разбавляло. Чтобы какую-нибудь, не знаю, картину или цветы повесить. Давай сначала поставим консоль. Какую-то нам дали консоль новую. Хорошую. Пусть будет вот тут консоль стоять. И... Пускай еще... Будут висеть цветы настенные. Вот здесь вот. Вот так. И вот здесь вот какой-нибудь постер по карту. Вот, например. Нет, маленькая карта. Не хочу такую маленькую карту. Предверный коврик. Вот так поставим... Положим. И... Квоки какие-то. Чего это? Хаус флиппер. Во! Отлично. Хаус флиппер мы повесили на стену. Я думаю, теперь наша квартирка будет оцениваться немножко дороже, чем изначально она оценивалась. И... Приобретем мы новеньких клиентов. Давай попробуем сделать день открытых дверей, так как они... Нихрена себе опять долги. Так как все-таки мы сделали уже какой-никакой ремонт. И... Я думаю, классно. Классно все получится. Сейчас давай начнем день открытых дверей через газету. Через газету, потому что газета привлечет гораздо больше покупателей. А и потенциальных клиентов, нежели чем через листовки все это дело продвигать. Вот, все нравится. Видишь, клиенту нашему. Возможно, потенциальному. Как оно вам вообще? Нравится, нет? Че к чему? Че тебе цветы не нравятся? Ну уходи отсюда, значит, сразу. Вот девке все нравится вот этой вот. Но это сразу скажет, что ой, мне не нравится эта душевая кабина, потому что она дешевая. Я что, я не делал там ремонта. Какой-то ты странный. Может, тебе ни цветы, ни холодильник не нравятся? Казалось бы, да, должно... Ну хоть диван тебе понравится? Че вам цветы не нравятся? Не знаю. Колхозно может выглядеть, конечно, но не настолько же, чтобы прям отвратить... От отвращений испытывать. Вот этой девушке все нравится. Давай ее и... Че там написано? Проверка, история аренды, бартер. Бартер. Четыре двести. Договориться. Ну, давай четыре сто пятьдесят. До четырех главное дойти. Ладно. Принять предложение. Все, теперь ты, девушка, живешь у меня. Отличненько. Выполнить работу присмотр за детьми. Какой присмотр за детьми? Это что такое? Докажите, что вы настоящая жемчужина в глазах своих арендаторов. А при чем здесь это? Я что-то не понял. Давай, мы выполним еще одно задание. Так, сообщение. Здравствуй, Дмитрий. Как и договорились, я пишу вам, чтобы сообщить, что у меня все хорошо. Вы можете использовать этот номер, если возникнут какие-то проблемы. С уважением Сандра Лара. Двойное имя какое-то у тебя. Вы правы, я поговорю с ним. Право в дом. Игрок. Отзывы. Вообще, отличный. Последний наш клиент был очень доволен нашей работой. И так. Задание. Возьмем какое-нибудь задание. За тысячи две. Да, вот тут вот. Нужна помощь в поиске подходящего арендатора. Требование бюджет 700. Предпочтение кто-то 19-43 лет. Ну, давай попробуем. Свободные места сферы охвата. Так. Бюджет 700 долларов. Пойдем. И? Так. Ей 45 лет. Она уже не подходит. Просить уйти. Да, ты мне не подходишь. Так. Тебе 50 лет. Попросить уйти. Мне такой человек не нужен. Тоже. Ты 40 лет. 40 лет уже хорошо. Мясник-алкоголик. Мясник-алкоголик. Это достаточно интересный этот. Как ее называют? Интересное. 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 Короче. Блядь. Интересно, короче, все это. Мясник-алкоголик. Это надо постараться такого найти еще. Так. Три 50 лет. Да идите вы все отсюда. Такие ходите-то. Ты не удовлетворительна, но тебе 21 лет. Но ты уже седой. Мне кажется, жизнь тебя помотала, дружище. И помотала очень хорошо. Так. 50 лет. Бандит. Профессии. Ёлки-палки. Такие профессии есть. Попросить уйти. 50-летний мне не нужен. Удовлетворительно. Так. Вот. Этот человек. Этот человек. Ну, давай бартер. Бартер и... А за сколько нужно договориться-то? Не важно. Договориться. Давай две там... 390. Принять предложение. Нет? Подождать отзыв клиента. Так. Мы еще ждем отзыв клиента. Ёлки-палки. Ну, это сейчас он нам скажет, что все плохо. Клиент-то наш. Я думаю, что он не особо рад будет тому, что у него такой дедуль-то 21-летний заселился. А, не. Ну, смотри. Она улыбается. Значит, я думаю, ей все понравилось. О, отлично. Открыть приложение. Четырехзвездочный. Этот агент умеет продавать. Все ок. Если бы я указал на небольшое неудобство, это было бы у покупателя раньше не было арендаторов. Чего? А! Если бы я указал на небольшое неудобство, это было бы у покупателя раньше не было арендаторов. То есть, у него раньше просто он ни у кого не арендовал. Ну, блин, ему 21 год. Он что, должен сразу с рождения, что ли, арендовать? Ты просил молодого, я нашел молодого. Не вижу никакой проблемы. Так, ну и давай тогда. За арендаторами? Нет, я смотреть за арендаторами не хочу. Я хочу ремонтировать квартиры. Ищу какого-нибудь тощего архитектора, который сделает мне прекрасную каюту для товарищей. Требование построить новую каюту, бюджет 13 тысяч долларов. Будет доплачено, если работа будет выполнена в течение 8 дней. Ну, это прям, наверное, серьезное дело-то, да? Давай примем, посмотрим. Думаю, что можно за это взяться, так как... Блин, ну смотри, тут целая квартира... Ну, как сказать, одиночная камера-то. Поэтому в этом проблеме никакой, наверное, не возникнет. Здесь, наверное, не нужно будет делать 25 комнат из вот этой вот одной. Так что не вижу проблемы, давай сделаем, давай, у нас все получится. Как раз до конца серии и продлится наш ремонт этой каюты. Так, выходи давай. Дядя Стив, на выход, иди домой, отдыхай, смотри телевизор. А мы приступим к ремонту. Да, я хочу, чтобы дядя Стив ушел, начать ремонт. Хешкин кот, матросский гамак, матросский гамак, бочка, 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 бочка. Украшение лодки, украшение лодки, отделка полов. Давай начнем с простого. Покрасим стены в коричневый цвет. И вот здесь вот так. И вот так. Все, стены покрасили, полы панелями. Красота. Денег остается 11295. Я думаю, что мы уместим это все. Уместимся в этот бюджет. Ой, тем более, это они стоят, смотри, как недорого. Сколько нам нужно их? Четыре штуки. Ну, матросский гамак, это тело такое, конечно. Давай их располагать вот так. Еще один. Не знаю, как они должны располагаться, но будут располагаться именно вот так, как я их располагаю. Я только что отправил вам деньги за этот период, я так понимаю, да? Спасибо, предыдущий арендодатель. Ой, арендодатель. Съемщик наш платил не особо вовремя. И поэтому он у нас не живет больше. Так, и еще один гамак. Хотелось бы, чтобы уместился. Умещается. Красота? Красота. А бочки? Это что такое за бочка? Фух, ни хрена себе, дорогой какой. Так, а украшения лодки сколько стоит? А зачем столько украшений, если все это дело... Не знаю. Одинаковые. Ну, давай. Не знаю, как это сделать правильно. Я бы между окнами, вот этими вот, как они называются, тоже неправильно, не знаю, как называются, повесил бы и все, а они помещаются туда. Ну, давай я тогда класть, класть, ставить вот эти вот ерундовины. Просто их наставим вот так вот. Вообще их по углам, наверное, нет, по углам тоже не получится расставить, так как они... Так как углов у нас нет. Поставим вот сюда. Блин, да я вообще не знаю, давай вот здесь вот просто они будут стоять и все. Что-то канифолить еще мозги будем с тобой насчет этого всего. Глупостями заниматься. Я понимаю, если бы еще, не знаю, здесь хоть какая-то, не знаю, комната была, а тут просто нужно напихать всего подряд и все, чтобы клиент остался доволен. Вот бочки будут стоять вот здесь. Прямо дверь открывается и бочка будет вот тут вот находиться. Так, это вот так должно стоять. Угу. Не могу назвать этот ремонт необычным, потому... Ой, а почему это? А почему я вот эти туда не запихнул? Все помещается. Я думал, что я в притирку к стене ставлю. А, здесь дверь мешает. Так надо ее передвинуть просто и все. Вот так сделать и будет все красиво. Не хочу, чтобы у нас было все неровно. Ты знаешь, что я люблю, чтобы было все ровно еще из игры трейдер-симулятор. Так что... Так что, ну, все классно. Осталось это вот переместить немножко вот сюда и все. Красиво, красиво. Не знаю зачем, но мы наставили вот так вот кучками все. Поэтому, давай, сдадим. Ой, я что-то нажал, а там был что-то красным подсвечено, мне показалось. И я думаю, что ему не понравится все это. Хотя я взял все самое дорогое, так что... С роутером проблема у Лары. Ладно. Закончим мы, наверное, вот с этим вот. А потом уже пойдем к Ларе. Ну, капитану все нравится, так что... Думается мне, что... Все будет здорово. Все будет здорово, и нам оплатят сполна нашу работу. Он удовлетворен нашей работой. Молодец. Молодец я, молодец ты, кто смотрит этот ролик. Вообще, смотри, мотивационный постер разблокировал. Класс. Пойдем мы, значит, в сообщение. Пойдем. Так, я пришлю дядю. Давай, я пришлю дядю. Дядя. Какой это роутер? Это холодильник. Ты что придумал это? Это не роутер, тетя. Ты перепутала. Класс. Ну, в целом-то, наверное, давай на этом закончим. Дед, давай уходи. И мы заканчиваем. Да, я хочу покинуть помещение. Спасибо за просмотр. Поставь лайк и подпишись обязательно на канал, прокомментируй и поделись видео с друзьями. До встречи в новом видео, в новой серии. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok